Возьми себя в руки и окунись в невероятное приключение Grand Mobile. Стань героем своего времени и займи свое свободное время с нашей захватывающей игрой. Окунись в мир настоящего экшена и симулятора жизни. Почувствуй адреналин, участвуя в уличных гонках, захватывающих погонях и экстремальных миссиях. Выбери свою роль — бандит, гонщик, полицейский или мажор на крутых тачках. Скачай нашу игру прямо сейчас в App Store или Play Market. Все, Лен, я снег почистил. Ну, наконец-то, давай кушать садись. Не, я сейчас уже уезжаю. Куда? На рыбалку, я же вчера тебе говорил. Вы что, совсем идиоты? В такую погоду? Ой, все, не начинай. Ой, ненормальные. Ёб твоя петрышка, где тебя носят? Я уже весь промерз. Сейчас, Орех, еще за уточками сбегаю и поедем. Орех, еще за уточками сбегаю. Орех. Поехали. Ну что, принцесса, собралась? Серёг, не подъёбывай. Вот что ты платишь? От того, что ты ноешь, домашняя работа сама себя не сделает. Давай, бери ручку и пиши. Домашняя работа. Я уже пятый раз переписываю. Ничего страшного. Ну тогда сама бери и переписывай, раз ничего страшного. Мам, что с тобой? Ничего, сынок. Иди уроки делай. Привет, Ленок. Чем занято? Привет, Светик. Да ничего, по дому хозяйничаю. Может быть, ко мне придёшь? У меня бутылочка игристого. Посидим, поболтаем. Ой, нет, Светик. Я что-то себя так плохо чувствую сегодня. А что так? Заболела? Да нет. Наверное, огурцами солёными траванулась. Тошнит весь день. Так ты же их никогда не ела. Как не ела? А когда Раиска беременная была? Лена, это, конечно, не моё дело. А вот вы когда спать ложитесь с Витей, он укрывается? Ну, конечно, укрывается. Ночь уже холодно. Нет, ты меня не поняла. Он капюшончик одевает? Какой ещё капюшон? Ой, ну как тебе сказать? Да говори уже, как есть. Мне кажется, ты беременна. Ой, Света, не неси ерунду. Лен, представляешь, это самая моя лучшая рыбалка была. Правда, вы нихуя не поймали. Лен, что случилось? Леночка, ну не переживай. Я тебе ещё раз говорю, всё будет хорошо. Витя, ты понимаешь, что не всё так просто? Ребёнок в нашем возрасте, это очень тяжело. Его нужно одевать, кормить. А мы и так втроём живём от зарплаты до зарплаты. Ну, ты нашла проблему. Устроись ещё на одну работу. Витя, а как же бессонные ночи? Вечные капризы? После рода вся жизнь наша изменится. Ты готов к этому? Лена, конечно, на все сто процентов. Я тебе скажу даже больше. Я очень счастлив. Я никогда не был так счастлив, как сейчас. Витя, ты точно уверен? Ну, конечно, Лен. Ведь дети – это цветы жизни. Какие нахуй эти жизни? Нищё одного, блядь, спиногресса мне на шею не хватало. Петрович, что ты переживаешь? Всё нормально будет. Сынок, ну ты интересный. Это же не всё так просто. Его нужно одевать, кормить. Ну, ничего страшного. Устроишься ещё на одну работу. А сейчас ещё после родов начнётся вот эти бессонные ночи. Слезы, истерики. Как они? Бегания по больницам. Вот что ты истеришь? Вообще-то тебе крупно повезло, что у тебя есть такой хороший друг, как я, который всегда тебе поможет безвозмездно. Правда, Серёг? Конечно, Петрович. Вместе вы справитесь, и всё у вас будет хорошо. Семья? Я дома. Привет, Витя. Шо, как дела у вас? Всё нормально, Витя. С утра с Асланчиком позавтракали, а сейчас гулять пойдём. Каким ещё Асланчиком? С сыном нашим. Я решил его так назвать. Не надо никаких Асланчиков. Имя я уже выбрал. Какое? Нормальное славянское имя. Тихон. Витя, ну какой ещё Тихон? Так, всё я сказал. Раиса, ты готов уже к уходу? Куда? Ну, из дома. А зачем? Ну как, у тебя же скоро братик или сестрёнка будет? А это значит, что родители должны будут тебя выгнать. Бадик, ты шутишь? Нет, Раиса, это правда. У меня так было. Я помню, когда я родился, через год моя мама с папой выгнали старшего брата в город. И теперь он приезжает только на выходные за продуктами. А где он теперь живёт? Не знаю, вроде как в каком-то ПТУ. Здорово, мужики. Шо, как дела у вас? Здрасте, дядь Петрович. А ты шо молчишь? А какая тебе вообще разница, как у меня дела? Света, на завтра ничего не планирую, я на хоккей еду. Серёж, ты что, те деньги, которые тебе на продукты давал, а на билеты потратил? Ты шо, с дубу ровнула? Я их подарок получил. В смысле? Ты про Тейков банк слышала? Ну, допустим. А то, что он первый в истории банк, который стал генеральным партнёром и официальным банком континентальной хоккейной лиги. Серёж, мне всё равно ничего не понятно. Короче, слушай, в рамках партнёса Тейков выпустил дебетовую карту в лимитированном дизайне, вместе с которой билеты на хоккей можно получить в подарок. А это как? Всё очень просто. Нужно совершить покупку билетов на матч ХХЛ любым удобным способом с использованием карты. И в качестве бонуса банк начислит до 500 рублей на карту обратно. Ну вот, считай, подарок получил. Ой, Серёж, а можно я с тобой пойду? Конечно можно. Оформляй карту Тинькоу Блэк в ледовом дизайне и получи билеты в подарок, как и я. Вот, Света, чёрт их угораздил под старость лет такой хернёй заниматься. Ой, не говори, Серёж. А главное, денег с гульки хуй. Ребёнка же поднимать нужно. Чем они вообще думают? А потому что всегда надеются на кого-то, всю жизнь протянутой рукой. Вроде взрослые люди. Надо же немного головой думать. А это ты сам виноват. Ты их распустил. Как чё не помочь, сразу первый бежишь. А знаешь что, Света, а больше хуя они от меня помощи получат. Тюрьм лиц, гуманитарная помощь. Серёж, спасибо. Пользуйся. Вечером ещё привезу. Витя, ты не поверишь, там Серёжа столько всего для ребёнка привёз. А кроватку? И кроватку тоже. Правда её собрать нужно. Лен, давай я немного отдохну и потом соберу. Да-да, Витя, конечно, отдыхай. Витя, я у тебя ещё хотела спросить. А тебе не кажется, что я поправилась? Да вроде нет. Мне кажется, даже похудела. Ну лучше, посмотри, как бока опухли. Не знаю, Лен, я ничего не вижу. Витя, я не обижусь. Мне правда это очень важно. Но скажи честно, я же поправилась. Ну есть чуть-чуть. Ах ты сука неблагодарная. Не устраиваю я тебя, значит, да? Ну ищи тогда себе молодую. А кстати, хули ты лежишь. Давай пизду, кроватку собирать. Как раз ты вовремя. Давай переодевайся, будем кроватку собирать. Здорово, Михалыч, вызывал? Да-да, Виктор Петрович, проходите, присаживайтесь. Слух по заводу слышал? Что новый Мерседес за 6 миллионов взял? Нет, не слышал, Михалыч. Ну вот, чтобы всем рассказал. Ага, я могу идти? Подожди. Ещё какая-то важная хрень была. Точно, с будущим пополнением тебя. Спасибо, Михалыч, спасибо. А ещё ты у нас попадаешь под государственную программу. Под какую? Наше государство даёт тебе квартиру в городе и 1 миллион рублей. Сколько? Лена, у меня для тебя замечательная новость. Ты купил мне свиные ребрышки с ванильным мороженым? Лучше. Мы с тобой будем скоро обладателями квартиры и 1 миллиона рублей. В смысле? Сегодня Михалыч на работе сказал, что мы с тобой попадаем под государственную программу. Это получается у нашего ребёнка уже будет своя квартира? Да. А на этот 1 миллион сделаем ремонт в вашем доме. Свет, ну ты представляешь, квартиру и 1 миллион рублей. Да, Серёж, вот им повезло, конечно. Ну считай, квартиру можно сдавать, а 1 миллион в банк по проценту положить. Да. Слушай, Светик, а может нам тоже? Что тоже? Ну квартиру с миллиона получить. Ребёнка завести? Ну да, и это тоже. Ой, я даже не знаю, Серёж. Ну а что, Светик, тряхнём стариной. Ты у меня ещё баба в самом соку. Серёж. Ту-ри-рю-ри, ту-ри-рю-рай. Ту-ри-рю-ри, ту-ри-рю-рай. Серёж, у меня есть. Иди ты, дурак, я пошла. А-а-а! А-а-а! Серёжа! Витя! Вить! Витя! Витя! На, кжа! Ты не спишь? Нет. Я шашлык хочу. Сейчас езжу, куплю. Нет, я такой не хочу. Про какой ты хочешь? Я хочу ворованный. То есть ты мне предлагаешь украсть где-то шашлык? Ну да. Или ты меня не любишь? Ну и вот, короче, с этой беременностью за её поймала, вот нужен ей этот шашлык. Не обращай внимания, Петрович, у них такое бывает. Серёж, дай палку шашлыка. Её ты, Петрович, бери, конечно. Лена, ты шо плачешь? Ты меня не любишь! Почему? Потому что это не ворованный шашлык! Лена, ты знакомый! Ну, это... Дело! Возьмешь же, когда хочешь Ну что там? Ничего Я что-то не понял, ты что не беременна? Сереж, ну ты интересный Это же не с первого раза делается Нужно смотреть по лунному календарю Выбирать дату, подсчитывать время Ну значит будем стараться Пизду отсюда Ведь писем нет, вот уже четыре дня Милый, не греши, напиши Живу я без тебя, словно во снега Сережа! Что? Сегодня тот самый день! Ясный мой свет, ты напиши мне Что? О, давай я с тобой поиграю Не надо, я уже заканчиваю Так, все, мне это надоело Так, что у нас происходит? Ничего А что ты тогда себя так ведешь? Что я тебе плохого сделал? Ну что ты молчишь, говори А правда, что вы меня из дома выгоните Когда мама родит? Кто тебе такое сказал? Вадик, его старшего брата так выгнали Так потому, что он до 30 лет у них на шее сидел То есть вы меня не выгоните? Что ты такого говоришь? Конечно же нет Ну ты же у нас, надеюсь, до 30 лет на шее не будешь сидеть? Нет Я как закончу школу, я сразу поеду учиться в город Вот Тем более у тебя уже своя квартира В смысле? Ну квартиру, которую нам дают И я же ее на тебя оформляю Ну все, успокойся, успокойся Давай, включайся, вон марта-кабад поиграй Сереж! Что? Даже не знаю, как тебе сказать Да говори уже, как есть Я беременна Подожди, ты серьезно? Ага Света! Михаил, здорово! Можешь меня поздравить? С чем? Я Светка беременна Поздравляю Что, когда можно за квартирой с деньгами подойти? В смысле? Ну я же теперь тоже под программу попадаю Сергей, вы ошибаетесь Сертификат был только один Его получил Виктор Петрович А я? Извините, тут я вам ничем помочь не могу Может быть тогда Петровича с этим числом уволим? Сереж, а ты куда? На работу А вещи зачем? В командировку отправляют На Алтай Надолго? Ну тут уже как повезет Давай, чемпион Папа, ты куда? За хлебом Понятно Самое главное, сынок Мать береги Мать это святое Ты сегодня уже, наверное, не придешь Я просыпаюсь Я просыпаюсь В кошмарном бреду, как будто дом наш Залила водой, что в живых остались только мы с тобой Что над нами Ты живой? Да Серега, что случилось? Фу Как ты меня напугал Я думал тебя лопатой приебало Серег, там Ленку с роддома привезли? Что сильно головой ударился? С какого еще нахера роддома? Ну, Ленка же моя уже на девятом месяце И Светка твоя на втором Хоть бери ролики на ютуб Снимай по его рассказам А ты чё, Свет, не смеёшься? Серёж, я тебе сейчас водочки принесу Дыхание, я слушаю наше дыхание Я раньше и не думал, что у нас На двоих с тобой одно лишь дыхание Но слушая наше дыхание Я слушаю наше дыхание Я раньше и не думал, что у нас На двоих с тобой одно лишь дыхание Дыхание Я раньше и не думал, что у нас